Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка». Добрейшего вечера вам, слушатели программы «Трофей и рыбалка». На волне 101.0 у микрофона Владимир Сметанин. Приветствую вас и приветствую в нашей студии Василия Мамонова, эксперта компании «Арсенал» на улице Комсомольской, 8. Снова мы встретились с тобой, Василий. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Без движения нету Женя. Девиз нашей программы, а наш генеральный партнер – компания «Движение нефтепродукт». Напоминаю, что в конце каждого месяца, то есть каждая последняя программа «Месяц», она включает в себя еще и розыгрыш 30 литров бензина «Ультра-92» от компании «Движение нефтепродукт». Будет этот розыгрыш и в конце апреля. Обязательно следите за группой нашей радиостанции ВКонтакте. Там будет выложен призыв к участию в фотоконкурсе. Вы, улов, все это в виде снимка, туда отправляйте. И мы выберем тройку или, не знаю, может быть, больше претендентов будет на сей раз, на 30 литров бензина. И путем голосования определим победителя. Ну и, естественно, сегодня прозвучит по традиции вопрос от Василия. Обязательно. За правильный ответ на который вы получите. Сертификатик. Да, подарочный сертификат от компании «Арсенал». Отвечать можно посредством смс на номер 8909, да, все правильно, 8909-720-101-0. Что касается темы сегодняшней передачи, то, видимо, этот момент назревал очень давно. Назревал давно, и поступают вопросы непосредственно Василию. Естественно, он открыт для общения. Контакты, аккаунты в социальных сетях можно Василия Мамонова найти. И непосредственно там к тебе Василий обращается. Вопросов очень много, да. С разнообразными вопросами. Я вот сейчас предварительный список посмотрел. Это, видимо, переработанный тобой уже, да? Это переработанные вопросы, которые в основном я выделил. Это то, о чем меня спрашивают чаще всего. Да, и сегодня у нас такая рубрика «Ответы на вопросы слушателей». Ну или зрителей, потому что видеоверсия программы тоже выходит. Она появляется на следующий день после выхода программы в четверг, то есть с 8 до 9 вечера. В пятницу она обязательно есть на нашем YouTube-канале, на нашей странице ВКонтакте. Ссылка и на сайте эхакирова.ру. Итак, я заглянул в этот список, чтобы дать понять, о чем мы сегодня будем говорить и с чем связаны эти вопросы. Ну, потому что программа «Наший час» все-таки продолжается, чтобы дать понять. Ну, а может быть, кто-то отлучится, а на нужном вопросе вернется. Ну, мало ли, какие-то дела вот в этот вечерний час. В общем, мы поговорим о выборе спиннинга. Мы об этом говорили не в одной передаче, но все равно вопросы идут. Вопросов очень много, и самое главное, что вопросы появляются после передачи. Сразу же. Ну вот да, буквально я замечаю, что вот вышла передача, например, о выборе джигового удилища. Вот, и начинают писать вопросы уже с какими-то своими, скажем так, подробностями ловли, местами. То есть со своим опытом, привлекая свои познания. Ну, то есть и начинают задавать вопросы уже. Мы все равно в передачах говорим, скажем так, обобщенно. Ну да. Стараемся накрывать какие-то универсальные случаи. Ну, давай скоро к этим вопросам вернемся. Я просто коротко проанонсирую. Выбор спиннинга. О японских спиннингах тоже тебя спрашивают. О тех, которые там... На внутренней японской... Встраде восходящего солнца, да. Выбор шнура. Тоже эти вопросы задаются. Шнура для катушки, для ловли спиннингом, естественно. Про микроколебалки. Коснемся тоже этого вопроса. Использование воблеров для твичинга. Да, там к тебе тоже вопросы поступили. Использовать для твичинга воблеров мульт или мясорубка. Да. Особенности ловли щуки на мелководье, я там знаю, есть вопрос. Да, да, обязательно. Джик в середине лета, там тоже его... Стоит ли использовать крупные приманки, или это только осенняя тема? Вот этот вопрос вот сейчас, кстати, буквально позавчера был. Да. Не гарантируем, что коснемся всех этих тем, но... Постараемся. Попытаемся. Итак, давай начнем с выбора спиннинга. Самый простой и, наверное, такой самый задаваемый вопрос. Какой спиннинг выбрать для ловли джигом? Длина, тест, строй. Во-первых, друзья, я сейчас, наверное, вас немножко отправлю в нашу передачу. То есть вы можете посмотреть, все архивы у нас есть. На сайте их у Кирова, да? Да, есть, пожалуйста, вы можете ознакомиться, посмотреть. Мы там подробно рассказывали о выборе микроджигового удилища, джигового спиннинга. Была у нас программа по твичингу веблеров, да, и, соответственно, там тоже мы касались выбора удилища. Вот здесь меня конкретно очень-очень часто спрашивают для ловли джигом. И обобщенно, если в наших условиях мы рассматриваем ловлю на нашей главной реке, нашей главной артерии река Вятка, то это достаточно сильное течение. Из этого мы приходим к чему? Тест. Какой нам нужен тест? Ну вот для меня оптимальный тест на Вятке – это спиннинг с тестом до 50, а лучше грамм до 60. Многие сразу задаются вопросом. Я помню, мы об этом говорили, да, как позвучивали эти цифры. Да, зачем так много? Вроде бы я там никогда не ловлю тяжелее 30 грамм. Ну, на самом деле, условия ловли бывают разные. В зависимости от времени года мы можем ловить либо на очень глубоких ямах, но с умеренным течением. Например, в середине лета мы очень часто ловим на перекатах, о чем мы говорили уже, вот это обсуждали. Там не обязательно бывает быстрая, вернее, большая глубина, но бывают очень быстрые течения. И, соответственно, груза мы используем тяжелые. Помимо всего прочего, мы можем использовать достаточно крупные порусящие приманки, которые дают сопротивление на течении. Ну, плюс нам нужен какой-то запас, чтобы у нас спиннинг не проваливался, и мы могли произвести, ну, такую надежную мощную подсечку. Поэтому спиннинг с тестом до 60 грамм, он будет оптимален именно в джиговом разрезе для ловли на нашей Вятке. Это то, что касается теста. Опять же, у каждого все индивидуально, это только мои, скажем так, ощущения и понимания вот этой джиговой ловли. И поэтому мой совет, ну, ни в коем случае там на стопроцентное попадание там он не гарантирует. Ну, вот так как есть. Ну, хорошо, давай назовем тогда предположительно минимальный и максимальный порог теста. Ну, минимум, чтобы я взял, это, наверное, грамм до 30 на Вятку. Ну, вот минимум, чтобы я взял. Максимум там можно и с тестом до 100 грамм. До сотни уже. Ну, вот такой грамм до 60 будет очень универсальный. Это то, что касается теста. Что касается строя удилища. Ну, здесь, на самом деле, опять же, все индивидуально. Кто-то любит там более мягкие палки, там кто-то более такие быстрые. Но для ловли джигом нам так или иначе нужна достаточно быстрая удочка. То есть, соответственно, строй будет хорошо. Это фаст. Еще лучше экстра-фаст. То есть, очень быстрый. Нужно для чего? Опять же, чтобы он не провалился на течении. Чтобы мы могли сделать эффективную подсечку. Чтобы могли контролировать всегда проводку. Чтобы могли контролировать рыбу на вываживании в коряжнике. Поэтому по строю. Я думаю, что здесь сильно рассказывать что-то не стоит. Длина удилища. Вот здесь основной камень преткновения. Очень часто мне задают вопрос, почему для лодки вы выбираете спиннинг длиной 2,50-2,60. Опять же, слишком много считает. Если вернуться и пересмотреть наши передачи, я это все объяснял. Еще раз повторение, мать учения. Почему для меня такая длина оптимальна? Во-первых, мы ловим в коряжнике. Соответственно, более длинная палка нам позволяет через эти самые коряги перекидывать. Более удобную проводку сделать, более качественную. Это, во-первых. Во-вторых, даже с лодки иногда бывают ситуации, когда нам важна дальность заброса. Дальность заброса длинным удилищем так или иначе все равно будет больше. Обеспечивается больше. Как ни странно, при ловле тяжелым джигом весами от 26-28 грамм и выше, с длинной удочкой устаешь меньше. Связано все с тем, что она, да, может быть, чуть-чуть тяжелее, чем более короткая палка, но за счет своей длины ей проще кидать. Ну, не нужно вкладываться в заброс. Не так физически затратно. Трудозатратно, да. Потому что, опять же, физика, там, больше рычаг, да, там нам нужно приложить меньше усилий для того, чтобы... Больше расстояния, да. ...приманка полетела на большее расстояние. Поэтому реально напрягаемся меньше, кидаем дальше, проводка интереснее. Вот. С более длинной палкой нам эффективно сделать подсечку. И самое главное, мы на всех стадиях вываживания полностью контролируем рыбу. То есть подняв палку высоко кверху, мы не даем рыбе отпуститься в коряжник, да, спокойно контролируем вываживание и достаем. Ну, вот, подытожив вот это все, для меня идеалом удилища будет палка со строем экстрафаст, тестом до 60 грамм и длиной 2 метра 50 сантиметров. Вот. Какой это будет фирмой удочка, ну, сейчас, не знаю, там, выбор не ограничен. И российские фирмы есть, и японские, американские, корейские, китайские, что угодно. Выбор огромный, так что по поводу удочки уже, какой фирмы выбрать, я думаю, что здесь зацикливаться не стоит. Приходите в магазин, консультируйтесь, потрясем, посмотрим, выберем, все подскажем. Повторюсь, 2,50, длина, тест до 60, экстрафаст. Да. Ну, вот это такой, не знаю, идеальный спиннинг для меня, для ловли на вятке. Вот. Это то, что касается у нас по первому вопросу. Второй вопрос. Японские спиннинги для ловли кальмара, так называемое кальмаровое удилище, стоит ли приобретать, какие спиннинги с японского рынка подходят для наших условий ловли. Это вот перефразированный вопрос. Я прошу прощения, они у нас что, продаются? Конечно, продаются. Здесь вопрос еще в чем? Очень часто мне задают вопрос, вот я его перефразировал, в общем-то, писал, пишут вот так. Я хочу заказать спиннинг из Японии, вот такой-то. Прямо не устраивает то, что есть в наших магазинах. Вот такую-то модель хочу, а стоит ли мне его покупать? Смотрите, друзья, на самом деле японцы на сегодняшний день, ну, наверное, такие законодатели моды вообще в спиннингостроении, в спиннинговой ловле. У них там все это появляется, у них это все зарождается. Действительно, японские удочки, они самые технологичные на сегодняшний день, они используют суперсовременные материалы, графиты, технологии, вот намотки этих графитов с печенья, да, там, добавление каких-то волокон связующего, не знаю, там, работают лучшие там инженеры, они реально используют там какие-то космические технологии. И это постоянный процесс, то есть то, что в этом году, в следующем году уже будет шаг вперед и так далее, и так далее. Это постоянно, это ничего на месте не стоит, это вот все движется таким лавинообразным методом, да, способом, поэтому японцы действительно законодатели мод, но нужно понимать, что ловля в Японии и у нас в России очень-очень сильно отличается. То есть так, как ловят рыбу японцы и, собственно, под свою ловлю проектируют удилища, вот это все делать у нас в России либо не нужно, либо очень сложно, либо вот вообще зачем. Вот, и поэтому удочки могут нам либо подходить, либо не подходить. По поводу кальмаровых спиннингов, вообще, что это такое? Вот, на самом деле, ловят кальмара в море, во-первых, там проводка очень похожа на нашу джиговую ловлю, да, то есть, соответственно... В качестве насадки-то чего используется? Выстреливая щупальцами, хватается щупальцами, попадает вот на эти крючочки, все, и рыболов начинает его вываживать. Но здесь есть нюансы. Во-первых, значит, проводка приходит вся в придонном слое, то есть, ловит около дна, соответственно, она очень похожа на нашу джиговую ловлю. Ну, да, очень похожа, да. Соответственно, от удилища требуется что? Максимальная чувствительность, чтобы почувствовать поклевку. Вот эти щупальцы, когда, да, запустил. Потому что наша рыба, она все равно дергает, да, то есть, она ударяет там с разгона как-то, все, хапает приманку, это наш хищник. Вот, а кальмар, в силу того, что вот он ртом ничего не хватает, он, соответственно, вот он этими щупальцами присасывается. Там как такового рывка, удара или еще что-то нету. Ну, какое-то тяговое усилие, наверное, есть, все равно появляется. Он же как реактивный, грубо говоря, двигатель-то у кальмара реактивный, да, все, вот он. И там единственное, что чувствует рыболов, он чувствует, что вот, ага, что-то там попалось. Он не делает, не производит подсечки, а это важно. То есть, он не подсекает кальмара, потому что если он подсечет, он торвет ему щупальцы, вырвет его там и все. Он просто медленно начинает его вываживать. Соответственно, удочка должна отрабатывать все рывки кальмара. Он постоянно вот пытается в противоположную сторону такими микрорывками различной силой уйти. Соответственно, удочка должна иметь хороший сдерживающий ресурс и должна, скажем так, очень хорошо отрабатывать бланком все вот эти рывки. Вот, соответственно, удочка должна иметь следующие параметры. Высокая чувствительность, которая должна, ну, может, и чаще всего компенсируется и делается из высокой модульности графита, да, то есть вот эти удочки очень высокомодульный графит, соответственно, они очень звонкие. Но здесь следующий нюанс. Для того, чтобы вот отрабатывать эти все рывки, удилище должно быть не экстра-фаста строя, не фаст, а вот именно такой модерейт-фаст, то есть средне-быстрое, но достаточно жесткое. Это все, опять же, делается из комбинаций графита. Для наших условий эти удочки для джига подходят, но далеко не все. Ну, я-то вообще тут хотел сделать вывод, что да ну их эти японские спиннинги для кальмара. Плюсы для нас. Такие удилища очень-очень хорошо кидают за счет своего строя, то есть у них реально очень дальний заброс. За счет вот этого строя модерейт-фаст, но он очень жесткий по всей своей длине, они очень хорошо просекают рыбу, да, и так называемый, есть такой термин у рыболовов, вот они липнут к рыбе, ну, то есть вот они вот вяжут, да, вот все держат ее, не дают ей там сойти. Это очень актуально при ловле, например, там того же щуки, да, там жереха. Не знаю, крупного судака, когда вот нужно нам все это сдерживать. Вот. Соответственно, вот для наших условий не подходит, но есть еще один нюанс, и этого, к сожалению, мы никогда не узнаем, если не будем владеть маркировкой вот этих удилищ, и либо там нам кто-то где-то не подскажет, кальмаров ловят двумя способами, в заброс и в отвес. Так, поясним более понятным языком. Делают либо заброс этой приманки, либо просто отвесно ее отпускают. В заброс ловят на относительно небольших глубинах для моря, ну, там, метрах, может, до 20-30, а в отвес ловят с катера же, ну, там, на глубинах, не знаю, там, 50, 60, там, 70 метров, возможно. Ой, глубоковато. И вот удилища для ловли в отвес, которые у них, у японцев, придуманы, они для нашей с вами ловли не подходят вообще. Никуда. Ну, они подойдут в какой-то там легкий лайтовый джиг там или еще что-то, ну, вот для такого нормального серьезного джига, в основном для чего и выбирают эти удилища, они, к сожалению, не подойдут. Они будут легкие, звонкие, все классно, но они будут иметь очень-очень гибкий кончик, очень гибкий кончик и, грубо говоря, чуть-чуть смягченную среднюю часть, но очень-очень мощный комель. То есть вот такой вот строй, он не сильно подойдет под наши условия, потому что на течении он будет проваливаться, мы не сможем сделать качественную подсечку и все оставшееся. Не говоря уже о качественной игре приманки. Да, для чего японцам это нужно, потому что в отвес, там, грубо говоря, заброс не нужен, да, но на глубине там 60-70 метров им нужно максимально четко отслеживать поклевку. И, как правило, на такой глубине ее отследить тактильно очень трудно, ее отслеживают визуально. Ну, то есть кончик удочки выполняет... Это как кивочек. Ну, как кивок, да, совершенно верно, там, в зимней ловле, поэтому вот им с такими удочками ловить комфортно, для нас они не нужны. Поэтому вот при выборе кальмарового удилища здесь все очень осторожно, нужно понимать, что выбрать конкретно, и, грубо говоря, подойдет это к нам или нет. А если уж вот совсем там четко говорить, друзья, я бы, честно скажу, вот не повез бы себе удочку из Японии без рекомендации знающего человека. Ну, вот реально. То есть если вы хотите что-то привезти, ну, задайте мне конкретный вопрос с конкретной моделью. То есть прям ссылочку, да, на конкретную модель. Да, ну, вот я там трем людям, которые мне задавали вопрос, в принципе, там, подсказал, да, и двое заказали эти удочки, не знаю, вот сейчас пришли, не пришли, но тем не менее. Ну, что-то мне подсказывает, что это люди, живущие так хорошо рыбалкой. Нет, просто я считаю, что если, ну, человеку вот если хочется из Японии заказать, заиметь в себе эту вещь, попробовать, и ему неважно, подойдет она, не подойдет, да бог с ним, пусть заказывает. Ну, это, конечно, но тем не менее, все равно, вот проще посоветоваться, посмотреть. Сейчас очень много рыболовных форумов. Вот эта тема, например, на самом деле очень сильно обсуждается, потому что количество удилищ, которые попадают к нам в Россию через различных там дилеров, да, которые у нас там есть или еще что-то, она ничтожно мала. То есть если взять там от 100%, вот мы с японского рынка там получаем, дай бог, процентов 10, а может, ну, 15 край. Все остальное до нас не доходит. Там очень много интересных удилищ. Там есть удочки для ловли баса, например, бас, большерот и окунь, которые у них там водятся. Я подзабыл, мы как-то упоминали его в передачу. Там очень интересные удочки, которые для наших условий там идеально подойдут для ловли воблерами, твичингом, да, там либо где-то в стесненных, в сложных условиях с мультипликатором, там мощные палки. Вот, у них там отличная форелевая серия удочек, которые подойдут к нам по прямому назначению, да, то есть вообще там законодатели мод, это японцы, это они придумали вот эту ария ловлю, да, они придумали соревнования. Все это, это все с них пошло, у них там своя философия. Вот, и вот эти удочки, они подходят к нам. Плюс, например, очень большой популярностью пользуются удилища так называемой стримовой направленности, то есть ловли на ручьях и реках, на течении. Для наших условий они идеально подходят для ловли белого хищника, то есть головля, жереха, там, езя и всего оставшегося, там, выбор огромный. Вот, и отдельной такой вот категорией стоят удилища, которые, вот по мне, они идеально подходят для нашего российского джига. У них есть такая направленность, у японцев называется hard rockfish, то есть жесткий, тяжелый рокфишинг, да, то есть это ловля в камнях, в прибрежной волне, крупной, хорошей рыбы, хорошей крупной рыбы в придонном слое. Рокфишинг это вообще, ну, грубо говоря, наш российский джиг точно такой же, то есть единственное, что там проводка осуществляется, ну, японцы в основном осуществляют ее удилищем, да, то есть мы там очень часто, но наш российский джиг чем отличается? Это вот два оборота пауза, два оборота пауза. Да, ступенчатая проводка такая, да? Катушкой, то есть игру приманки, либо не задают вообще, да, ну, вот, либо ее осуществляют катушкой, подрывы вот эти все. А японцы и американцы, кстати, они ловят немножко по-другому, то есть они сначала вот подрывают удилищем, то есть анимируют приманку, а катушки выбирают только слабину. Соответственно, так на самом деле и катушки дольше живут, вот. Плюс мы можем очень сильно разнообразить игру, и многие, скажем так, продвинутые рыболовы уже сейчас, да, ну, давно уже ловят именно вот в таких стилях, ну, и чередуют иногда ловля, вот, простая такая, два оборота паузы бывает более эффективно. Я немножко отвлекаюсь, Япония, как известно, ведущая страна, или одна из ведущих стран в мире по продолжительности жизни, там, если я не ошибаюсь, порядка 85 лет. Чем людям на пенсии заниматься? Вот, собственно, для них изобретают все новые и новые. Рыбалкой болеют там очень хорошо, вот. Соответственно, вот эти вот удилища, hard rockfish, именно тяжелое рокфишевое удилище, подходит для нашего вот такого нормального, серьезного джига. Там есть вариации, которые очень хорошо подходят для ловли микроджигом, откуда он, в принципе, и взялся, и пошел. Ну, это мы опять уже озвучивали в передаче. Там вот в таких удочках тесты указываются в граммах, а вот, например, у кальмаровых удилища уже сколько там копий переломано, на самом деле, вот там вы на бланке удилища не увидите ровным счетом ни одного обозначения по граммам. Совершенно иная, да? То есть там может быть написано вот так. Там, например, 1-4,5 эги. Все. До 4,5 эги. Русскому человеку неподготовленному это вообще ничего не скажет. Вообще ничего не скажет абсолютно. И вот, например, берешь одну удочку, там написано от 1 до 4,5 эги, и берешь вторую удочку, там, такой же длины, и тоже написано от 1 до 4,5 эги. Берешь вот эту удочку, она вот сопля вообще гнется там, невозможно ничего, берешь вот эту, она кол. Характеристики плюс-минус одинаковые. Так вот. Это что, на конкретную приманку, да? Вот эти вот игольчатые, вот эти эги игольчатые, да, они имеют каждый свой, ну, грубо говоря, имеют свой вес. Каждый эги, рассчитанный под определенный стиль ловли, имеет свой вес. И, например, вот для этой удочки вот эти 4,5 эги могут весить, ну, максимум 18 грамм, а вот для этой удочки 80. Те же самые 4,5. Только они будут другого размера. Изощенный такой подход. Вот, они будут другого размера, потому что вот эти кальмары, они тоже существуют разные, там вот от совсем маленьких до монстров, да, там, например, есть легендарная удочка, которая очень хорошо у нас на российском рынке там зашла, прям в тему джига. Это фирма Бриден, японцы Бриден Монстр Каллинг. Есть у них такое удилище. Вот, в трех длинах, 79-е, 83-е, 89-е. Это удочки с тестом до 60 грамм примерно. Вот так вот кто-то бросает. В нашем понимании, да, прилично. В нашем понимании, там, кто-то кидает и больше без ущерба какого-либо. Ну, вот для меня там это до 60 грамм. Палки очень звонкие, мощные, быстрые. Вот у них тест как раз там до 4,5. Но вот в названии у них есть там Монстр Каллинг, да. То есть это реально рассчитано на очень крупных кальмаров. На большую. Да, на добычу. Которые там прям такие огромные какие-то могут быть. Поэтому, подытожив, японские удилища для внутреннего рынка. Очень классные, суперские, все здорово. Но будьте осторожнее немножко. Пытайтесь получить информацию по той модели, которая вас интересует. Задавайте вопросы. Можете задавать вопросы мне, там, если знаком с этими моделями. Либо примерно представляю, там, смогу подсказать. Какие-то такие спиннинги через мои руки проходили. Что-то есть у меня там в пользовании. Лично, поэтому спрашивайся, да, личным опытом смогу поделиться, что-то смогу рассказать. Но там нюансов огромное количество. И всего, к сожалению, нам не узнать, надо жить в Японии. Ну или кальмаров запустить в ту же вятку. Что более проблематично. Первая половина нашей передачи вот-вот будет подходить к концу. Но мы успеваем задать вопрос, Василий. Давай вопрос слушателям. Да, сертификат, подарочный от компании «Арсенал» на Комсомольской 8, достанется тому, кто первым правильно посредством СМС ответит на вопрос Василия. Номер 8909-720-101-0. Внимание. Вопрос сегодня, опять же, будет простой. Я думаю, что не составит особого труда знающему рыболову, а, возможно, даже начинающему, на него ответить. Какой материал используют для изготовления поводков, которые практически невидимы в воде? Человеку или рыбе? Рыбе. Рыбе. Рыбе невидимы в воде для хищной рыбы. Вот даже так вот дам такую подсказку. То есть материал, который используют для изготовления поводков, для ловли хищной рыбы, которые невидимы в воде. А это сейчас такая вершина поводкостроения? Да нет. Нет? Или есть еще более? Есть там еще вариант. Ключевой показатель невидимости. Невидимость. Отвечайте, ждем ваших СМС. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Рубрика «Своеобразные ответы на вопросы слушателей». У нас вернемся очень скоро. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка». Продолжается программа «Трофей и рыбалка» на часах половины девятого. И на очереди следующая тема, которую озвучивают Василию наши слушатели в социальных сетях в первую очередь. И вы тоже можете таким же образом поступать. Но не забывайте о том, что многие темы мы уже рассматривали достаточно подробно. Архив, я имею в виду, есть на сайтах kirva.ru. Там прям тема у передачи. Да, можно пересмотреть. Переслушать. Переслушать, все есть. Ну, а мы продолжим. Следующий вопрос, который, опять же, вытекает из всего обилия того, что сейчас есть. Как правильно выбрать шнур, который необходим? Диаметр. По диаметру здесь вообще мне очень часто пишут вопрос. А какой мне шнур поставить? Вот какого диаметра? Ну, друзья, во-первых, я, честно скажу, могу не очень представлять условия вашей ловли. И я сейчас просто обращаюсь к слушателям, которые задают мне вопросы, там, хотят задать вопрос. Да, пожалуйста, я открыт к общению. Но вот немножко уточняйте. То есть, например, вы задаете вопрос, там, какой мне поставить диаметр шнура? Напишите тест спиннинга вашего хотя бы. Что за катушка? Условия ловли, на какую рыбу вы планируете, да? Ну, чтобы какие-то вводные были. Исходя из этого, конечно же, мы будем уже решать ваши вот эти головоломочки, да? Там, подберем оптимальный шнур, там, что-то посоветую из личного опыта, да? И я думаю, что сможем на него ответить на тему. Ну, вот прекрасно помню предыдущую передачу, где мы говорили о ловле на малых реках, да? И Василий давал... Ну, там был нюанс, что там не надо использовать шнур. Да-да-да, вот я и помню прекрасно, что в отличие от той же вятки, есть отличие от шнура. Вот. Соответственно, как правильно выбрать шнур, какой необходим диаметр? Дальше очень часто спрашивают восьмижилка и четырежилка. И опять же задают вопрос, японские шнуры для внутреннего рынка? То есть, многие пытаются не только спиннинги оттуда привезти, но и шнуры. На кальмары. Да, но и шнуры. Здесь тоже есть особенности, вот мы их чуть дальше, а про диаметр скажу, что очень здорово, если у Вас будет не одна катушка в арсенале, да? Ну, а если она будет одна, будет очень классно, если у Вас к ней будет запасная дополнительная шпуля, на которую Вы сможете намотать там какой-то другой диаметр шнура. По идее так, для каждого вида ловли теста удилища, да, ну так или иначе должна катушечка быть своя. По идее, там, вот именно комплект должен быть удочка-катушка, удочка-катушка, и к ней уже подбирается шнур. Давай вернемся к тому, с чего начинали. Что мы там рекомендовали для вятки? Спиннинг-тест до 60 граммов, 2,5 метра, вот давай в этом случае. Если мы рассматриваем ловлю на вятки джигом, да, то для меня, наверное, оптимальным вариантом будет шнур полтора по японской классификации, это где-то получается около 0,19, наверное, вот по нашему, да. Толше бы я ставить не стал, потому что будет очень сильный парус, да, то есть будет парусить приманку, соответственно, нам нужно будет увеличивать вес груза, в некоторых случаях это будет критично, нам может не хватить теста спиннинга. Вот, ну, то есть не всегда будет хорошо. Вот полторашка по Японии, это такой оптимальный, наверное, вариант, который позволит справиться абсолютно с любой рыбой, которая живет в нашей реке, он будет хорош по корягам, да, мы без проблем сможем там даже где-то при зацепе там силой вырвать оттуда крючок, да, там разогнуть, может быть, крючочек, но сохранить приманку там и груз. Ну, то есть вот полторашечка, хорошо, сильно увлекаться толстыми диаметрами не стоит. Для ловли там, например, жереха там того же, да, ну, я бы, не знаю, там, я толше единицы бы не поставил, скорее всего, использовал бы восьмижилку, потому что нам нужна будет дальность заброса. Если там ловим на малых реках, как я уже говорил, я бы опять же использовал там, скорее всего, ту же самую полторашку, ну, единичку максимум, там, один и два будет оптимально. Вот, если мы ловим, например, ультралайтом микроджигом, там, наоборот, там можно использовать диаметр 0,4, 0,5, 0,2, там даже по Японии там очень тонкие шнуры. Если мы ловим на мормышку, то там вообще используют нанофилы. Это наноджик. Да, то есть, ну, поэтому, друзья, вот здесь можно перечислять дальше очень-очень много, то есть условий на самом деле реально много, поэтому, если вы задаете вопрос по выбору шнура, пожалуйста, напишите какие-то там ваши условия вводные, там, хоть плюс-минус, чтобы я понимал, о чем будет идти речь. Ну, а если вы предполагаете, что, ну, авось, что попадется, берите полторашку. Да, полторашку, да. Вот, дальше, 8 жил или 4 жилы, да, то есть, 8 жилка, 4 жилка, здесь, опять же, споров идет какое-то огромное количество. Сразу скажу, что, если вы ловите, ну, у вас контактная ловля, да, то есть, контактная ловля для меня это ловля на джиг, в первую очередь, вот, причем в любых его пониманиях, там, микроджиг, средний джиг, тяжелый джиг, то есть, это контактная ловля постоянно с дном, где мы там перелазим через какие-то препятствия, коряги или еще что-то, бровки, и у нас шнур постоянно по ним трется, здесь мой выбор однозначно 4 жилка. Объясню, почему, потому что восьмижильные шнуры очень сильно секутся, теряют бешено свою прочность и просто как нитка там раутся, хотя могут быть достаточно дорогими. Это прям на одной рыбалке уже можно восьмижильные? Ну, прям на одной рыбалке, вот, у меня были случаи по глупости, по своей, я там вот мотал шнур, у меня было два таких случая, первый я намотал, ну, не знаю, там, по своей какой-то глупости, вот, ну, очень не хотелось попробовать. Это там на заре, наверное, вот, становление такого, да, то есть, вот, как сейчас помню эту рыбалку, это было Чебоксарское водохранилище, мы ловили в коряжнике, а коряжники там очень знатные, такие очень-очень старые, все в дрессене, в такой, вот, я намотал 200 метров шнура, я его изрыбачил за день. То есть, реально, к концу рыбалки у меня не осталось 200 метров ровно ничего. Я уже там с психо смотал это все и выкинул этот шнур там, ну, то есть, он реально на подсечке там просто можно было так... Восьмижилка, да, это было? Да, подсечек, и все, и тишина, и там уже нету ничего абсолютно, он секс там безумно. А второй случай был, я поехал на рыбалку и перепутал чехлы с катушками, взял чехол, в котором лежали две катушки, рассчитанные для жереха и с намотанными восьмижилками, поехали на три дня, ну, что было делать, запасных шнуров, к сожалению, ни у меня, ни у напарников не было, и мне пришлось вот ловить этими шнурами, там, со слезами на глазах, но тем не менее, ну, опять же... Ну, дожили шнуры? Так вот, практически там ничего там не дожило, рыбу какую-то поймали, но было очень много сходов, обрывов, там, жалких вот этих, ну, на самом деле... А четырехжилка в этом отношении вела бы себя удовернее? А четырехжилка, она, скажем, такой более кондовый шнур, но, тем не менее, он очень хорошо держит абразив, да, и стирается намного меньше, теряет свои прочности в разы меньше, бывает так, что достаешь, он такой весь уже распушен, ну, держит. Вот, поэтому, если у вас контактная ловля, там, джигом, то здесь точно четырехжилка, можно выбирать восьмижильные шнуры, есть специальные японские восьмижильные шнуры, рассчитанные для ловли в камнях, которые вот как раз в прибойной волне ловят, они очень устойчивы к истиранию, у них есть один огромный минус, это их цена. То есть, ну, просто озвучу, там, ценники могут доходить до, там, ну, грубо говоря, там, за 150, там, 170, 200 метров, ценник может быть, там, 8, 9, 10 тысяч рублей. Это чем условлено? Материалами, которые используются для изготовления? Ну, это как раз условлено материалами, которые используются, технологии плетения вот этой, да, всего там, защитными вот этими пленочками. Это вот та самая хард-рок, вот эта ловля-то, да? Совершенно верно. То есть, японцы бывают, что там используют, у нас они стоят каких-то запредельных денег, даже если их оттуда тащить, эти шнуры, получается, все равно очень-очень дорого. Поэтому задумайтесь, нужно ли. Хорошая четырехжилка будет стоить в районе, там, полутора тысяч рублей. Ну, такую вот вполне рабочую, вот прям очень хорошо, которая будет служить, там, не один сезон, можно взять в районе, там, полутора. Хорошую восьмижилку такую мы возьмем почти в 10 раз дороже. Так что задумайтесь. Для кого-то там ценовая категория может сыграть важную роль. Хорошо, по шнурам, видимо, еще исчерпали. Ну, восьмижилку можно и нужно использовать, если вашей основной ловлей является ловля на воблеры где-то, да, то есть ловить там бесконтактно по корягам, там, на какие-то поверхностные варианты. Причем, например, ловля по жесткой траве, да, там, по кувшинкам по каким-то или еще что-то, там тоже плетенка, там, дай боже, об стебли трется так, что ого-го, все, на самом деле, водоросли такие очень жесткие могут быть. Ловля жереха вот там восьмижилку применять стоит, когда вам нужен дальний заброс, особенно если ловите, охотитесь за ним с берега. Вот, во всех остальных случаях я бы, наверное, выбрал современную четырехжилку. Японские шнуры для внутреннего рынка. Их, на самом деле, очень-очень тоже много, очень часто там на упаковках может быть написано, там, вот эти же Эгги, да, там, есть, например, у Санлайна такой шнур, там, с озвученным названием, там, Эгги УЛТ, у Юджикея, там, Эгги Метал, да, и вот все вот оставшееся такое. То есть это кальмаровые шнуры, то есть рассчитанные для ловли кальмаров. И, в принципе, они нам подходят. Они очень часто бывают, там, четырехжильные, да, там, все хорошо, на вид, вот обычный шнур, все классно. Но здесь тоже есть такие вот нюансы и подводные камни. И об этом, на самом деле, мы очень много общались на выставке вот в Москве, которая прошла, да, и откуда вот эту информацию там, в принципе, вот сейчас передам, он, не дословно, но вот то, что там я понял. Ну, общаясь с представителем из Японии, да, с нашим коллегой рыболовом, вот, он что говорит, очень часто, говорит, вот вы пытаетесь заказать шнуры, покупаете их, наматываете, приезжаете на рыбалку, начинаете рыбачить, говорит, все, а потом начинаете хаять. Ух, там, японцы придумали шнур, он у меня там оторвало, у меня там отстрелило приманку, она там улетела вдаль-дальнюю, блин, шнур не держит, там, или еще что-то, да. Ну, то есть, вы, говорит, вдумайтесь в то, что, вот, как я уже сказал, у нас, говорит, техники ловли немножко разные, соответственно, мы, говорит, для себя проектируем шнуры, и не нужно их там перекладывать на вашу ловлю. Есть, которые подходят на 100%, а есть, которые на 100% вообще не подходят. К примеру, шнуры для отвесной ловли, вот о чем мы говорили, то есть, вот есть, например, удочки, да, на них там ставят катушки, которые, к катушкам никаких претензий нет, они все подойдут. Ну, дай угадаю, попробую, по крайней мере, там какой-то, все равно, наверное, некий коэффициент растяжения заложен, нет? Нет, нет, нет. Там заложено... На такой глубине... Там заложено что? Смотри, для того, чтобы ловить на глубине в 50, в 60, в 70 метров, нужно сделать что? Чтобы шнур был максимально тонким, максимально тонким, но в то же время максимально прочным, вот. А японцы вот при такой ловле не пользуются вообще узлами, то есть, они все делают с помощью безузловых застежечек, ну, которые у нас тоже есть и распространены, но, там, например, при ловле джигом безузловая застежка – это зло, потому что приманка, вернее, шнур у вас может порваться в любом самом слабом месте, а не по узлу, да, и можно там... Дернуть ее, оторвать, там, 30 метров шнура, там, на забросе, например. Вот, поэтому это не очень нам подходит. Соответственно, японцы на своих катушечках вот этих разрывную нагрузку шнура пишут с условием и меряют ее, с условием использования безузловки. На узле она может отличаться, там, в 2 и в 3 раза. На неправильно подобранном узле. За счет того, что диаметр очень тонкий, когда мы вяжем узел, плетенка сама себя пересекает. Так. Вот. И, соответственно, что происходит? Покупает человек плетенку, там, написано, там, 15 килограмм. Класс. Приходит домой такой довольный, блин, я купил шнур, там, 15 килограмм разрывной нагрузки. Зовет товарища, приходит на кухню. Ну, как это все бывает, да, у нас в России он говорит, слушай, японец, давай рвать, давай, все. Берут, там, не знаю, весы, завязывает он узел, которым он привык, там, 25 лет вязать свои приманки. Зовет узел, накидывает петлю, там, как бум, и все, она как нитка, там, порвалась на нагрузке, там, в 3-4 килограмма. Бывали такие случаи, приходят, там, и говорят, блин, слушай, а у нас, там, вот, там, порвалось. Начинаешь объяснять, что, ну, вот, ну, шнур-то вы немножко неправильно выбрали, там, он вам не подходит, или что-то, как, вот ведь написано. Ну, объяснить что-либо нашему брату рыболову, который, там, видит вот какие-то надписи, бывает сложно. Вот, что дальше говорит японец? Соответственно, вот здесь вот уже не со стыковочкой может быть такая, это раз. Во-вторых, эти шнуры для ловли в отвес, они не предназначены для заброса вообще. Ну, то есть, вот, там же как, ну, открыл дужку, бац, и у тебя там упало на глубину 70 метров. Соответственно, их даже в четырех жилке делают, скажем так, очень плотного сечения, да, там, вот эти вот, они минимальны, все, но используют материалы, которые как раз вот дают наименьший процент растяжимости коэффициент. Вот, но они очень имеют такие тонкие волокна, ну, вот как японец говорит, и, соответственно, они тоже очень сильно секутся по каким-либо, там, даже четырех жилки вот такие, по каким-либо корягам, там, препятствуем, секутся очень сильно. Потому что, говорит, здесь мы кальмары ловим в отвес фактически, у нас там никаких коряг, ничего нет, он там на ровном дне, и никаких проблем с этим не испытываем. Вот. И, соответственно, для заброса они не предназначены. А что, говорит, у вас происходит? Когда вы, говорит, берете шнур, наматываете на катушку и делаете заброс, а если еще силовой заброс, достаточно тяжелой приманки, вылетая из безинерционной катушки, вот эти кольца шнура, да, они ударяются в первое кольцо, во входное кольцо спиннинга. Ну, то есть, если на замедленных съемках посмотреть в интернете, есть там сумасшедшие прям такие удары. И это уже травмирует шнур. И это его, грубо говоря, вот от этих ударов шнур, по-нашему, по-русскому расхлопывается, да, то есть он теряет вот эту структуру свою, плотность. Какой нежный, я бы сказал. Да, два-три заброса, и шнур становится не такой плотный. И, соответственно, эти волокна начинают напитывать влагу, а вода у нас не всегда чистая, в разрезе нашей реки Вятки там постоянно взвесь вот этого мелкого песка и всего оставшегося, это абразив, который попадает туда, реально шнур начинает рваться. То есть там после трех, пяти, там, десяти забросов, там, все. Соответственно, вот такие шнуры абсолютно не подходят для нашей ловли. Поэтому вот с шнурами, которые, на которых видите там кальмарчик или еще что-то, опять же, нужно быть очень осторожным, лучше спросить, да, то есть есть уже проверенные шнуры, которые продаются в наших магазинах, которые, там, не знаю, завозятся к нам, да. Все лучшее, в принципе, вот в шнуростроении, скажем так, у японцев мы переняли, это все практически есть. Тут выбор огромный, так что я думаю, что, ну, не стоит, наверное, заказывать что-либо там из Японии, там, тащить. Но если очень хочется, лучше перестраховаться и спросить, потому что, опять же, шнуры недешевые. Я немножко недопонял, вот эти шнуры-то, эти хитрые, они все равно у нас есть в продаже, да, или вы все-таки не возите их, нет? Зачем они, мол, да, от греха подальше? Они не нужны. Мы тут на 50-60 метров в отвес ничего не собираем. Ничего не собираемся ловить. Это просто, скажем так, я вот рассказал по своему опыту, опять же, раза два-три у меня лично, опять же, в начале, вот там, рыболовной карьеры, там, какой-то, да, были определенные такие залеты, скажем так, вот с этими шнурами, там, заказывал, радостно их ждал, они приходили. Ну, если японская, это в любом случае намного круче и так далее. Их, к его же, было мое огорчение, что, ну, абсолютно они не подходили для нашей ловли. И вот, общаясь уже с коллегами, скажем так, с более опытными товарищами, да, там, с теми же, там, японцами, представителями компаний определенных, ну, получили вот такой опыт. Поэтому здесь тоже все достаточно осторожно. Так, у нас 8 минут еще есть. 8 минут, а список довольно еще... Список довольно большой. Приличный, давай. Я думаю, что в одной из следующих передач мы все равно продолжим. Что-то более значимое, на твой взгляд, возможно, мы можем сейчас рассмотреть и обсудить. Я, наверное, вот задам вопрос, отвечу вот на этот, потому что очень часто тоже про него там буквально каждый день есть вопросы. При ловле на джиг в середине лета стоит ли использовать крупные приманки или это только осенняя тема? Мы говорили, упоминали, да, июль, жаркая пора, ленивое поведение рыбы и так далее и тому подобное. Совершенно верно, да. То есть я считаю, что нет ярко выраженной сезонности при использовании крупных приманок. Единственное, что здесь нужно, ну, честно скажу, самого себя перебороть. Это в каком смысле? Ну, вот в смысле чего, например, ну, вот на своих сейчас вот рыбалках, на каких-то вот там, когда не на соревнованиях, не на тренировке где-то, да, вот такая вот спокойная обычная любительская рыбалка, я 90% времени ловлю на крупные силиконовые приманки. Вот если смотреть именно в джиговой ловле, связано все с тем, что я хочу поймать трофей. Сделать это на крупный силикон реально проще. Ну, больше шансов, что он среагирует. Крупный, Василий как-то упомянул, что там меньше 10 или 15 сантиметров, да? Вообще, в принципе, не используешь. Меньше 15. Меньше 15, да. Не ставлю практически никогда. Это тоже такой достаточно нормальный размер приманки. Вот. Перебороть себя нужно в чем? В том, что на мелкую резину, ну, там, грубо говоря, там 3,5-4 дюйма, ну, то есть там 10 сантиметров вот такое, да, поклевок будет в разы больше, но рыба будет мельче. На крупную приманку можно реально там за день увидеть там десяток поклевок, если повезет. Ну, это действительно будут поклевки. То есть это будет хорошая, нормальная рыба, и есть шанс там зацепить хороший, значимый трофей там. Ну, вот для меня сейчас это вышло вот на такой уровень, да. То есть мне хочется ловить крупную рыбу, там, неинтересно ловить мелочь какую-то стало, да. Хочется постоянно что-то экспериментировать. Плюс ловля на этот крупный силикон, она, скажем так, позволяет немножко по-другому подходить там к постановке лодки, да, там, немножко отходить от каких-то стандартов, находить нестандартные места для ловли, где может стоять рыба. Это вот как раз о ловле на перекатах в жару. Говорили об этом. Вот попробуйте, реально, друзья, попробуйте залезть на перекат, найти вот правильный перекат о том, как его найти, какие там должны быть условия, мы говорили в нашей передаче, да. Достаточно подробно там это все рассмотрели. Вот найдите такие условия, я честно вам скажу, поставьте там крупную резину, и вам точно повезет, потому что там, как я уже в предыдущей передаче говорил, там минимальный прессинг, да, потому что редко кто там ловит, и рыболовы почему-то проходят эти места стороной. Вот, там очень комфортно стоять рыбе, там вода всегда насыщена кислородом на перекате. Для хищника это кормовой стол, по которому постоянно несет мелочь, да, ему там ничего не нужно, просто там сделать рывок и съесть эту рыбку. Вот, и в 95% случаев он сделает рывок за достаточно значимой добычей, он не будет размениваться там на какую-то мелочь, потому что на течение это все-таки трудозатратно для него, там, энергию тратить, ну, поэтому скушает что-то хорошее. Вот, по поводу стоит ли использовать, ну, вот я использую, советую всем там попробовать. Я просто недопонимаю, чего вы боитесь, стоит ли использовать. Нет, а стоит ли использовать, здесь как раз... Пробуйте, экспериментируйте, я поддерживаю вас. Я понимаю этот вопрос таким образом, что вот, а стоит ли мне использовать, может, у меня клевать не будет. Ну, то есть, здесь просто для себя ответьте на вопрос, для чего вы едете на рыбалку. Получить там кучу поклевок, но не крупной рыбы, да, там, 20, 30, 40, там, 50, а может, 100, да, там, рыбок поймать таких до килограмма, да, либо вы хотите ловить там действительно трофейную хорошую рыбу, там, не знаю, там, от 2-3 килограмм и выше. Поэтому это однозначно так. Или только это осенняя тема осенью. Ну, осень, тут вообще сам бог велел, там, не знаю... Это трофейная рыбалка. Там даже обычная, вот, какая-то такая некрупная килограммовая рыбка, она уже абсолютно спокойно там кушает это все в преддверии зимы, там, наедается. И здесь крупные приманки, конечно, они там выделяются и выбиваются в фавориты, поэтому, да, конечно, нужно точно использовать, чтобы пробовать. Пара минут еще есть. Так, пара минут. Есть пара минут, успеваем, да. Ну, вот давай, наверное, вот этот, ловля на микроколебалке, перспективы использования в нашем регионе. Опять же, задает часто этот вопрос... А что, все больше и больше приверженцев этой ловли. Да, совершенно верно, все больше и больше, ассортимент тоже все больше и больше, всегда все расширяется. Если их использовать по прямому их назначению, для чего они сделаны и разработаны были, там, прудовая арея ловля, то у нас, слава богу, начинают появляться, да, там, платные хозяйства вот эти, где можно половить форельку. Но я, например, на своем опыте могу сказать, что микроколебалки у меня очень такую серьезную нишу занимают именно в стримовой ловле, когда мы ловим на небольших речках, на головля, когда ловим головля. Почему? Потому что, вот опять же, по-моему, про это я говорил, колебалка – это такая приманка, которая позволяет нам проловить теоретически все горизонты воды, да, то есть мы можем ее провести там и поверху, и в толще воды, и у дна, в отличие от того же воблера, у которого уже заложена определенная глубина заглубления, там, например, он заходит там 50 сантиметров и все. То есть вроде бы и модель рабочая, и цвет классный, да, и игра нравится рыбе, но загнать этот воблер там на полтора метра у нас не получается. То есть нам нужно брать другую модель, а, например, там, одинаковые модели воблеров, но с разным заглублением могут иметь разную игру абсолютно. За счет вот этой вот лопасти своей и на глубине там в полтора метра он будет играть совершенно по-другому. Колеблющаяся блесна с этой точки зрения приманка очень универсальная, там, закинув ее, подождав там несколько секунд, мы можем провести ее в том горизонте, который нам нужно. Да, как выбрать горизонт ловли, мы тоже говорили, да, там можно считать и уже в зависимости от этого выбирать тот, который нам необходим. И плюс ее еще в чем? Воблер, когда мы абсолютно не вращаем катушку, да, вот когда он плывет там по течению, на него поклевок, ну, они могут быть, но сведены к минимуму. Блесну реально клюет, потому что она, да, он бесполезен. А блесна, она в момент падения играет, да, то есть вот сыплется, ее постоянно теребит течением, и она постоянно переваливается с бока на бок. И вот блесной мы можем добиться вот полной имитации вот этого сбившегося малька, да, который там пытается что-то сделать на течении, но не может выплыть со струи. Ну, для любого хищника это объект охоты номер один, и, соответственно, он его кушает. Поэтому микроколебалки, перспективы использования в нашем регионе, они огромны. Плюс, если вы, например, рассматриваете именно микроколебалки, ловите каким-то таким ультралайтом, и там, тесты, например, и вес этих колебалок будет там 0,8 грамма, грамм, там, вот такие вот полтора, там, небольшие, то помимо ловли хищной рыбы, да, очень часто на них можно ловить и белую рыбу, то есть там и сорога, может быть, и щеклея, и все оставшиеся. Так что здесь все хорошо, без проблем. Задавайте, продолжайте задавать вопросы Василию, мы еще будем устраивать такие передачи, ответы, да, на поступившие за решение предложения. Да, еще раз повторюсь, что найти в социальных сетях Василия несложно, Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской, 8. Да, кстати, я хочу попросить прощения у Романа Лопаткина, это за то, что, попросить прощения за то, что не озвучил ваше имя и фамилию, это победитель нашей предыдущей программы. Да, вот, все-таки есть, да, озвучитель. Давай озвучим правильный ответ. Джеркбейт. Джеркбейт, да, именно это мы загадывали. И от Романа пришла первая смска с правильным ответом. Ну, а имя сегодняшнего победителя мы, соответственно, сообщим уже в следующей программе. На этом программа «Трофей и рыбалка» завершается. Спасибо нашему генеральному партнеру, компании «Движение нефтепродукт». Завтра видеоверсию смотрите на нашем сайте. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка».